Если в России число заболевших коронавирусом растет, то некоторые страны Европы уже переживают спад. К примеру, в Испании заболевших становится меньше. Наш земляк Александр Каретный, который пережил пик эпидемии в Валенсии, специально для нашего телеканала рассказал, как сейчас там обстоят дела. Наконец-то карантин начал оказывать влияние на болезнь, на распространение количества заболевших. Точнее, выявлено, снижается каждый день. Сейчас около 4,5-5 тысяч в день примерно выявляется, а в начале было 7-8 тысяч человек в день, что, конечно, было очень много. Ну а запасы еды дома стали уменьшаться, и нужно съездить в большой магазин. Очень немного на улице машин, я имею в виду едущих куда-то, потому что ничего не работает. Ну а я еду в магазин, еду один, потому что есть ограничения на количество людей в автомобиле, нельзя ездить вдвоем, только если везешь в больницу человека, который болен. Мы на Центральном кольце, видите, тоже машин очень мало на улицах, и что удивительно, нету милиции. Я, честно говоря, думал, что здесь на Центральном кольце будет стоять полиция, и ловить, и спрашивать, куда едешь, зачем едешь. Прежде чем взять тележку, я одел перчатки в магазине, взял их бесплатно, и теперь беру тележку и отправляюсь непосредственно в магазин. Как у всякого мужчины, без жены, идущего в магазин, у меня есть список продуктов и даже план магазина. Обратите внимание, что закрытые отделы с одеждой полностью, купить можно только продукты. Ну и вообще, я хочу сказать, что народу стало намного больше, чем было две недели назад. Вот, товаров тоже намного больше, практически все есть. Вот удалось набрать полную корзинку еды, ну и на стоянке тоже достаточно много машин.